Здравствуйте! Это очередной обзор новостей гражданского активизма. Сегодня мы расскажем вам, что произошло важного на этой неделе. Россия большая по площади страна и при этом не очень густонаселенная. Поэтому жители имеют возможности выбирать, где им хочется жить, а застройщик может найти возможности для того, чтобы изыскать место, возведение домов на котором не причинит особого ущерба окружающей среде и населению. Однако так не происходит, потому что инвесторы не хотят вкладываться в развитие инфраструктуры, а хотят получить быстрые деньги и поэтому возводят дома там, где уже существует развитая инфраструктура. И при этом они часто вырубают деревья, ради которых многие жители мегаполисов и переселялись в пригороды или небольшие города. В Сходне, это такой район в подмосковных Химках, пенсионерка-художница при поддержке соседей и собственного сына добилась приезда мэра города на место вырубки деревьев под очередное строительство. Ольга Чуракова поселилась в Сходне именно из-за пейзажа и возможности дышать свежим воздухом. Там лес вплотную подходит к микрорайону, но однажды появились люди с бензопилами и стали валить деревья. Оказалось, что некая ООО «Стройгрупп» получила разрешение на расчистку там площадки под строительство пяти многоэтажных домов. Другого места не нашлось и порубочный билет выдали. Жительнице ближайшего дома пришлось стать активисткой. Чтобы не дать пилить деревья, она заняла своим телом территорию, на которой велись работы. И по соображениям безопасности работы пришлось прекратить. Ольга Чуракова легла на землю и объявила голодовку, требуя приезда губернатора области Андрея Воробьева, чтобы он разобрался со своими подчиненными, допустившими вырубку леса ради точечной застройки. Приехал мэр Химок Дмитрий Волошин и пообещал, что власти города будут искать другой участок для интересов фирмы «Стройгрупп». Активистка, на уговоры покинуть свой пост и уйти домой, согласием не ответила, пояснив мэру, что вообще-то она добивается таким образом исполнения его, мэра, распоряжения о прекращении строительства. Но вечером к голодающей активистке пришел волк. «Ночной волк» Вячеслав Нырков – один из основателей химкинского отделения известного патриотического байкерского клуба «Ночные волки». Этот же человек лоббирует в городе интересы застройщика, и он же представляется советником главы Химок. Вячеслав Нырков стал угрожать прилюдной активистке уголовным делом и психиатрической лечебнице. Пока в этом противостоянии побеждают жители, отстаивающие свои права. Но мы будем наблюдать за ситуацией, и особенно пристально мы будем смотреть за мэром и этим цепным ночным волком. Подмосковье вообще стало бурлящим регионом. В Московский гайд-парк в Сокольниках 29 октября съехались представители из разных районов Московской области для того, чтобы требовать возвращения местного самоуправления. Губернатор Андрей Воробьев запустил реформу, которая отдаляет население от непосредственного управления жизнью муниципалитетов. И люди вышли сказать свое «нет» объединению сельских поселений в городские округа, превращению сельской местности, по сути, в один сплошной мегаполис. Муниципальный депутат из Нарафаминска Алексей Дуленков отметил противоречие между политическими намерениями и реальными желаниями губернатора. Наш губернатор Воробьев, который продвигает эту так называемую реформу, сам живет в экологически чистом месте на берегу Москвы-реки в Одинцовском районе, в деревне Жуковки. Губернатору нравится жить именно в районе, где остались все поселения, а не в городском округе. Кстати, Боргикинское сельское поселение, в состав которого входит Жуковка, является самым оппозиционно настроенным. Оппозиция там получила много депутатских мандатов, и поселение категорически против объединения в городской округ, заявил депутат, участвовавший в митинге. Движение СтопГОК, выступающее против строительства горно-обогатительного комбината в Челябинской области, обратилось к президенту Российской Федерации с предложением принять участие в митинге, который состоится во время его визита в Челябинск 8-9 ноября. Идея пригласить президента появилась из-за того, что нас не слышат, говорит активная участница движения СтопГОК Вера Савченко. Те, кто во власти, те, кто при деньгах, считают нас врагами не только Томинского ГОКа, но и своими. Они говорят, что мы не осознаем, кто мы и за что боремся. Они отделились от нас и, по сути, выставляют нас маргиналами. Страшно далеки они от народа. Граждане ждали от своего президента, что он ответит на их приглашение. И из администрации действительно пришел ответ, но с отказом. Примечательно, что ранее оппозиционный политик Алексей Навальный принял участие в подобном митинге и рассказал, что подобные комбинаты не принесли процветания ни одному городу России. В то же время в Петербурге, городе, считающемся столицей культуры и образования России, происходит трагедия. Мало кто знает, что один из перспективнейших вузов, Европейский университет, власти пытаются просто уничтожить. Студенты и аспиранты этого вуза продолжают отстаивать свое право на обучение и занятие научной деятельностью, а также право своего университета на существование. В центре Санкт-Петербурга прошла акция студентов и аспирантов Европейского университета. В костюмах привидений и призраков они прошлись от Невского проспекта до родного вуза, который то ли жив, то ли мертв. Акция «Призраки» Европейского университета призвана напомнить, что Роскобранадзор упорно не хочет выдавать одному из лучших гуманитарных университетов страны лицензию. Напомним, в конце сентября Европейскому университету в Петербурге в очередной раз отказались выдать новую образовательную лицензию. 17 октября ВУЗ подал пакет документов на оформление лицензии в Рособранадзор повторно. В настоящий момент документы снова приняты на рассмотрение по существу. За последние два месяца это уже третье обращение в Рособранадзор. В первый раз чиновники нашли технические ошибки в документах. Во второй раз специальная комиссия ведомства проверила новое здание Европейского университета. Выяснилось, что здание на Гагаринской не подходит для обучения людей с ограниченными возможностями. Чем и кому не угодил Европейский университет? Это очень сложный вопрос, и ответов может быть масса. От политического заказа на устранение прогресса ради процветания мракобесия, при котором общество управлять легче, чем думающими людьми, до банальных имущественных интересов. В любом случае, история заслуживает расследования, а активистская деятельность студентов, аспирантов и преподавателей вуза заслуживает поддержки. Мы будем наблюдать за развитием этой ситуации в том числе, и также посмотрим, что на следующей неделе будет волновать гражданских активистов в России больше всего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова